Мне 37 лет, я прошел через депрессию в 30, и вот какие выводы я для себя сделал. Нельзя изменить этот мир, к сожалению. И когда вы находитесь, например, на этой грани, то вам нужно заботиться о себе. Потом вы поймете, что вам не изменить всех хейтеров. Они были, есть и будут. Их можно называть по-разному. И абсолютно не важно, если какой-то человек даже из вашего окружения про вас думает какие-то кардинально противоположные вещи, например, что-то негативное. Пусть думает, пусть идет с миром, но вам от этого ни горячо, ни холодно. Да, в мире будут люди, которые будут кардинально другого противоположного мнения, и нужно стараться держаться от них подальше, если они несут в вашу жизнь негатив. И вот это очень важно – уметь любить себя, уметь любить себя, огораживать себя от постороннего негатива, не принимать его. Это реально очень важно этому научиться. Ну вот, например, вы записали какой-то ролик в интернете или фотографию выложили, и кто-то начнет это обсуждать, скопирует это, начнет про это рассказывать, начнет снимать ответ. Ну и что? Пусть снимает, пусть рассказывает. Я, например, раньше часто писал картины, я писал портреты демонов. Вы знаете, сколько всего про меня говорили в интернете? Это вообще просто. Причем люди это все придумывали, я не знаю зачем. Но вот нравилось мне писать картины демонов, нравились мне ужастики. Вот я это писал, иногда пишу, но сейчас очень редко. Я написал книгу, и издал ее, между прочим. Что про меня только не писали и не говорили. А когда я первый раз в жизни начинал скидывать килограммы, я тогда 26 скинул. Что про меня только не писали и не говорили. А когда я стал начальником в России. О, это вообще. Поэтому в нашей жизни всегда будут люди, которые про нас будут говорить странные вещи, или писать, или комментировать. Надо научиться не обращать на это внимания. Нужно уметь говорить. Ну и что? Вот это очень хорошая фраза. Она тяжелая, вот эта фраза. Ну и что? Ну и что? Внимание. Я сейчас говорю только про моральную составляющую некоторых вещей в этой жизни. Это не универсальный ответ. И этот ответ ко всем жизненным обстоятельствам никак не подобрать. Потому что в жизни бывает всякое. У меня тоже было всякое. У меня депрессия в России была не просто так. Ну и дальше уже про это не буду рассказывать. Поэтому люди, которые у меня сейчас напишут, если комментарии про определенные события, то да, я понимаю, тут это не применить, к сожалению. Но хотя бы в общении с людьми это можно как-то использовать. Как говорится, на каждый роток не накинешь платок.